Девушки отдыхают О вяленой рыбе пройдем по всему Самая свежая рыба, если ты хочешь выбрать ее Это живая рыба Самая лучшая из живых Та, которая плавает на дне аквариума Смотри на самую резвую И у которой глаза ясные Сейчас я объясню, как выбрать охлажденную рыбу Берем рыбу в руку Эта рыба вялая Свежая рыба должна быть плотная И не гнуться Второй признак Выгинаем ее в дугу Рыба гнется и вот-вот уже лопнет Она уже лопнула Эта рыба уже размороженная То есть ее заморозили, а потом разморозили Да, как это видно Если мы надавим на рыбу пальцем Рыба не восстанавливает свою форму Это говорит о том, что она была замороженная И лед внутри рыбы Разбил мышечную ткань Такую рыбу покупать уже нельзя Вот вернемся к рыбик свежей Эта рыба плотная, она не прогибается Она восстанавливает свою форму И мы давим на нее пальцами Мятины не остается Посмотрим ей на хвост Хвост не должен быть сухой и поломанный Должен быть влажный, блестящий и ровный Если он уже помятый, значит эта рыба не первой свежести Ее лучше не выбирать Жабры должны быть от ярко-красного до темно-красного цвета В принципе, как здесь То есть рыба более или менее еще годится Но если жабры уже помутнели, посерели или стали черные Это уже не наш вариант Следующий Плавник верхний Он должен быть большой и развитый Если плавник не развит, значит рыба выращивалась в искусственном водоеме Мало двигалась Ее кормили антибиотиками, химией Ну и всякими синтетическими добавками Глаза Если глаза блестящие и не впалые, что самое главное Значит рыба свежая Если мы увидели рыбу со впалыми глазами Я не рекомендую ее вам покупать Значит следующее, о чем мы поговорим с вами О замороженной и размороженной рыбе Есть очень много нюансов Эта рыба была замороженная, но мы ее разморозили Как размораживать правильно рыбу? Ни в коем случае нельзя размораживать при комнатной температуре Потому что развиваются очень сильно бактерии Рыбу также нельзя размораживать при теплой проточной воде Мы должны ее оставить на ночь в холодильнике Если нам надо очень быстро разморозить рыбу Просто кидаем ее в соленую воду За сколько времени в соленой воде может растаять замороженная рыба? Я думаю где-то часа 3-4 А еще, если мы хотим замороженную рыбу потом нарезать и готовить Желательно ее не полностью размораживать, чтобы она удобнее резалась То есть была плотненькая для нарезки А у меня вопрос по поводу замороженной рыбы Она так часто бывает вся во льду Это нормально? И как тут выбирать? Мы должны выбрать рыбу, на которой меньше всего льда Льда должно быть примерно 7-8% от массы рыбы Если льда уже больше или лед не прозрачный, а белый потресканный Это значит рыба была повторно заморожена и этот продукт уже некачественный И как же дома понять, что купил некачественную рыбу? Мы берем нож, подогреваем его и прокалываем рыбу В любом месте? Можно в районе головы Если уже есть запах тухлятины, запах тины какой-то, запах лекарств, эта рыба уже нехорошая Даже запах лекарств может от рыбы исходить? Да, рыба может быть обработана антибиотиками или такими веществами, как сорбаткалия и всеми остальными При замачивании рыбы в них, через сутки рыба восстанавливает свои свойства И ее практически не отличить от свежевыловленной То есть рыба была у нас такая мягкая, стала вот такая плотная Это производители делают для того, чтобы подсунуть нам некачественную рыбу? Да, бывает и такое Несколько видов копченой рыбы, как правильно ее выбрать? Начнем с того, что рыба сейчас в супермаркетах может упаковываться в вакуумную упаковку Если мы подошли к такой витрине, смотрим, не порвана ли упаковка, не нарушена ли она И какое количество влаги в упаковке Если очень большое количество влаги в упаковке, значит что-то было нарушено в технологическом процессе В идеале должно быть сухо Это значит, лишняя влага, которая должна была уйти при копчении из рыбы, она просто в ней осталась Рыба есть холодного копчения и горячего копчения Рыба холодного копчения, она коптится при температуре 18-20 градусов на протяжении 18 часов 5 суток При этой температуре влага уходит из продукта, а все остальные вещества в нем остаются Поэтому эта рыба может храниться около 3-4 месяцев Происходит длительное хранение за счет дыма, которым пропитывается рыба, за счет его консервирующих свойств Горячее копчение Очень высокая температура, это где-то 100-140 градусов Рыба навешивается на палку металлическую Если рыба будет расположена друг к другу очень близко, не будет пространства, дым не будет проходить И возникает такой дефект, как белобокость называется Здесь будет белое пятно Соответственно, эта рыба уже тоже некачественная Это место может быть возникновением бактерий различных Мы поговорим еще о таких новых продуктах, как рыбные снеки Они такого плана примерно выглядят Есть специальные машины на заводах, где производится копченая рыба И остаются закопченные кусочки, которые просто в реализацию не идут Мы их закладываем в эту машину Машина их перемалывает, прессует, высушивает И потом нарезает уже на соломку или раскатывает их в пласты И мы получаем такой вот всеми мужчинами любимый продукт для пива Это рыбные снеки То есть это не кусочки рыбы, а это спрессованные рыбные отходы? Да, спрессованные рыбные отходы Значит, еще любимый продукт к пиву – это вяленая рыба И сухая рыба Очень сильно влияет условия хранения, где эта рыба хранится Если будет сильная влажность, на сухой рыбе будет через некоторое время возникать плесень Когда на море едем, висят рыбы Вот, смотришь вовнутрь, и здесь может быть плесневый налет Ага, а говорят, это соль выступила? Да, потому что при некоторых концентрациях соли заводятся уже некоторые бактерии И личинки на этой рыбе Ее срок хранения может быть около 10 месяцев Но при этом жир в рыбе, если это жирная порода, может прогоркать И рыба уже будет отдавать горьким неприятным привкусам Так как же правильно выбрать вяленую рыбу? Нужно понюхать ее Запах должен быть свежий Не должно быть запаха прогоркшего старого жира Посмотреть, значит, как эта рыба гнется Если она слишком гнется, значит, она напитала очень много влаги И в ней может уже при этом развиваться плесень Если я правильно усвоила твой урок, то вот эта рыбка, в общем-то, еще и ничего Да, это очень хорошая рыба Перейдем к неправильному виду копчения Сейчас я покажу, как вас обманывают Ого! Берем рыбу Кстати, это та рыба, о которой ты говорил, что она не очень хорошая Ну да, судя уже по нашим правилам, глаза у нее впалые Она уже, наверное, давно отдыхает Значит, что у нас здесь есть? Есть пищевые красители разных цветов То есть что это за краситель? Это краситель аната Есть такое растение в Америке И из его плодов получают краску красного цвета Это натуральный краситель? Значит, он не вредный? Он не вредный, но он очень стойкий, очень крепкий В принципе, то, что для копчения рыбы используют такой краситель, это уже обман Мы сейчас оставим жидкий дым, намажем эту рыбу и дадим нашим гостям понюхать ее Значит, берем краситель Ты берешь сразу три для того, чтобы красивее рыбка получилась? Ну, чтобы, да, чтобы уже создать эффект Это краситель называется «хорженный сахар» Ты в произвольных пропорциях, да? Я уже просто на глаз знаю, сколько чего надо Так, и теперь добавим этот интересный продукт Это прокопченная соль Это пахнет копченой рыбой Но в то же время не совсем какой-то приятный запах Макаем кисточку и наносим ее на нашу рыбу Значит, тут три вида красителя Пусть и натуральных, но все-таки красителя И копченая соль Так вот химичат люди, которые хотят на нас заработать Продавая некачественную рыбу Теперь мы нанесли, добавляем четко цвет Слушай, это вообще, я как подумаю, что вот так вот где-то бессовестно нас обманывают Но здорово, что с этого момента мы будем знать, как это определить И уже не попадемся на эти уловки Я не думаю, что злобные производители окрашивают вручную так каждую рыбу Как у них это происходит? Рыба вся укладывается в ванны Заливается рассолом, жидким дымом Где-то в течение 25-30 минут она обрабатывается А потом дальше хранится уже в посоле Ну, в принципе, наша рыба готова Готова? Да Мы увидели рыбу, которая уже была некачественной И знали, что ее есть нельзя А теперь она похожа на настоящую копченую рыбу Кто хочет из вас сам лично убедиться в нашем эксперименте? Есть желающие? Нет Все-таки стоит попробовать Да Пойдем покажем Понюхать и убедиться, что фактически это похоже на копченую рыбу Ничего себе Ну, похоже Кто еще хочет убедиться? И нам можно Она как настоящая Да Андрей вернулся довольный Значит, эксперимент удался Да Сегодня наш эксперт Андрей Бабаев Рассказал о множестве видов рыбы О том, как ее правильно выбирать И даже о том, как нас обманывают Привет, YouTube Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий И делись с друзьями Чтобы получить первые мои советы Подписывайся на наш канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!